Впереди зима, а значит и главные зимние развлечения. И одно из них – катание на коньках. В Москве и Подмосковье они уже работают, либо вот-вот откроются. Конечно, главный столичный каток откроется на ВДНХ. Его площадь – 20 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут кататься почти 5 тысяч человек. Главная фишка катка – подлёдная подсветка. Дорожки не просто будут освещаться, на них будут транслировать ролики с зимней тематикой. Цена катания пока неизвестна, как и время работы. Откроют каток 26 ноября. А 29 ноября откроется каток рядом с ГУМом. Здесь не только можно будет прокатиться на коньках по Красной площади, но и попить горячий чай, посетить ярмарку, увидеть праздничную иллюминацию. Организаторы также обещают яркие представления и бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта – Алексеем Яшиным и Юрием Овчинниковым. Стоить катание будет от 500 до 800 рублей. Работать каток будет с 9 утра до полдвенадцатого ночи. Южный полюс откроется в Лужниках. Его фишка в том, что каток не разделен на дорожки. Посетителям доступно сплошное ледовое поле площадью 16 тысяч квадратных метров. Для удобства гостей работает теплый павильон, где можно переобуться и оставить вещи. Работает каток с 13 часов и до 22-30. Стоимость катания от 400 до 600 рублей. Еще одна крупная ледовая площадка будет располагаться в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Это один из старейших катков столицы, горячо любимые москвичами. Помимо основного искусственного поля льда, откроется детская ледовая площадка и хоккейная коробка. Часы работы и цена станут известны ближе к дате открытия.